Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем читать 30 главу этой книги. Здесь содержатся законы о непреложности обетов мужчин и об обетах женщин. И мы читаем с первого стиха. Здесь говорится о том, что когда человек что-то обещает Господу исполнить, он должен по мере сил стараться исполнить то, что он обещал, какой обет он дал пред Богом. Назначение обета очень важное. Например, человеку поставили тяжелый диагноз – рак или коронавирус или что-то еще. Как должен вести себя религиозный человек? Конечно, он прибегает к всем предписаниям врачей, потому что в Библии сказано, что искусство врача – оно от Господа. Но в то же время он дает обет Богу, что если он исцелится, то он в чем-то скорректирует свою жизнь, потому что когда Господь посылает какие-то такие испытания, это как бы некий звоночек, который предупреждает нас, что не все нормально в нашей жизни. Когда мы даем обет что-то исправить, это решительно может способствовать нашему выздоровлению. И мы читаем далее. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то есть остановит этот обет, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся. И Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. То есть без благословения отца или мужа женщина не имеет права не давать никаких обетов, никаких зароков. Чем обет отличается от зарока? Зарок — это когда человек говорит, например, если я не исполню этого, да будет то-то и то-то. А обет — это обещание что-то исполнить, что-то скорректировать в своей жизни. Далее мы читаем о правах мужа по поводу обетов жены. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово «уст ее», которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Ну, как в русском народе говорят, молчание — знак согласия. Далее. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обеты ее, которые на ней, и слово «уст ее», которым она связала себя, то они не состоятся, потому что запретил ей муж ее. И Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенный, какой бы она ни возложила за рог на душу свою, состоится, потому что она не имеет власти над собой ни отца, ни мужа. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила за рог на душу свою склятвую, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий за рог, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшее из уст ее, обеты ее, за роги души ее, не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Ну, как и сказано, что всякой жене глава муж. Всякий обет и всякий клятвенный за рог, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все за роги ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том, а если муж отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Здесь говорится о том, что муж промолчал, и она восприняла все серьезно, а потом он вдруг начал через какое-то длительное время требовать ей отменить эти обеты и за роги. Это отменяется все, но на нем уже будет лежать грех, почему он тогда промолчал, когда первый раз услышал. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою, его между отцом и дочерью его, в юности ее, в доме отца ее. Итак, сегодня мы изучили с вами 30-ю главу книги «Чисел», а в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать 31-ю главу этой книги. Спаси Христос! Субтитры создавал DimaTorzok